Сердечно приветствую всех вас! Сегодня, когда наш мир, наше общество, можно сказать, пропитано ложью, мне желанно поразмышлять о лжи в нашей жизни. И обратиться к Священному Писанию. Дело в том, что со Священным Писанием часто бывает так. Читаешь, и вдруг какая-то мысль пленяет настолько, что хочется остановиться и подумать. Кстати, святитель Феофан Затворник так и советует читать. «Читать для знания – одно дело», – пишет он, – «а читать для назидания – другое». При первом много читается, а при втором не надо много читать. А как только из считаемого что-либо падает на сердце, останавливайтесь и думайте, стараясь разъяснить, а более углубить эту мысль. Это то же, что превратить сие в предмет богомыслия. Так питать будете душу и растить, а не только, а не насыпать ее, как мешок. Так некогда случилось и со мной, когда я читал послание святого апостола к Колосинам. В третьей главе он напоминает им – «Не говорите лжи друг другу». Интересно, что апостол даже и не пытается объяснить своим читателям, что такое ложь. Его слушатели наверняка знали, что священное Писание запрещает ложь. Например, в книге «Левит» – «Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга». Или в книге «Премудрости» Иисуса Сирахова Сына. «Злой порог в человеке ложь. Поведение лживого человека бесчестно, и позор его всегда с ним». Да и нам, я думаю, понятно, что такое ложь. И хорошо известно, не случайно кто-то сказал удивительно точно. Нет ни одной греховной привычки, более общей между людьми, как привычка лжи. Как трудно найти рыбу без костей, так трудно встретить человека, который бы не лгал. И тем не менее, это навык не врожденный, а приобретенный. Присмотритесь к детям, как трудно дается им первая ложь. Когда ребенок хочет скрыть какой-то проступок и начинает врать, то вначале запинается и дрожит, даже язык ему не подчиняется, он краснеет и бледнеет. А потом, потом, наблюдая за взрослыми, постепенно привыкает и врет все спокойнее и увереннее, потому что никто особо и не осуждает. И здесь мне вспоминается один поучительный разговор ученика со своим духовным наставником, со своим старцем. «Сегодня все так делают», – сказал молодой монах старцу по поводу какого-то обычая. «Все пороки, когда они в моде, принимаются за добродетели», – отвечал старец. «Но почему все-таки люди лгут?» У преподобного Авы Дорофея есть поучение о лжи, где он пытается выяснить ее причины и находит, что их целых три. «Послушайте. Есть три различных вида лжи, – говорит он. Иной лжет мыслью, другой – словом, а иной – самой своей жизнью. Мыслью лжет тот, кто, принимая за истину свои предположения, то есть пустые подозрения на ближнего. А отсюда происходит любопытство, злословие, подслушивание, вражда, осуждение. И потому никогда не верь своим догадкам, ибо кривое правило и прямое делает кривым». А словом лжет тот, поленившись, не говорит «прости меня, что я поленился», но говорит «у меня был жар, я до крайности утомился работой, был нездоров». И говорит десять лживых слов, чтобы не смириться. И если он не укорит себя, то беспрестанно изменяет свои слова и спорит. И вообще человек лжет или для того, чтобы не укорить себя, или для того, чтобы исполнить свое желание, или ради приобретения, и не перестает ухищряться, пока не исполнит своего желания. Такому человеку никогда не верят. Хотя бы он сказал и правду. И сама его правда кажется сомнительной. А жизнью лжет тот, кто, будучи блудником, притворяется воздержным, или, будучи корыстолюбивым, говорит о милостыне и хвалит милосердие, или, будучи заносчивым, поучает смирению. Такой человек как бы двуликий, потому что он один внутри, а другой снаружи. И жизнь его двойственна и лукава. Не случайно ведь о некоторых людях с возмущением говорят. Но как можно с ним общаться? Он говорит одно, думает другое, а делает третье. Самое парадоксальное, что самому лжецу такое поведение кажется мудростью, хотя на деле произошла опаснейшая эрозия совести и воли. И в нем укрепились худшие черты его характера – коварство, хвостовство, клевета и вероломство. Ему ничего не стоит ни краснее в случае опасности отречься от своих слов и поступков и даже свалить их на невинного человека. Его жизнь становится непрерывным рядом грехов. Но, как очень тонко подметил еще Соломон в своей книге «Премудрости», И все-таки древние подвижники различали ложь по степени ее вреда. «Есть ложь шуточная, – думал блаженный Августин, – которая употребляется для забавы, – это еще грех простительный. Ложь ради услуги ближнему, которая не вредит, а приносит ему пользу, также простительна. Но злонамеренная ложь, распространяемая к вреду других, есть по существу своему величайший грех». Но даже если наша ложь вроде бы и не причинит никому вреда, нас самих она может поставить в очень неудобное и конфузное положение. Как это и случилось в одной забавной истории из монастырской жизни. В одной деревне разнеслась весть, что в соседнем большом монастыре сменился настоятель. Тут же к воротам монастыря явился какой-то бедняк в лохмотьях и, заметив настоятеля, подошел к нему. «Отче», – сказал он, – «я хорошо знал прежнего настоятеля, который был щедр ко мне. Надеюсь, что и ты тоже будешь щедрым». «Разумеется, брат, но видишь ли, старый настоятель – это я, а новый явится только дней через десять». А сколько таких нелепых случаев бывало с нами? А сколько их происходит сейчас? Когда желаемое – выдаем за действительное, когда говорим ложь с примесью правды, когда забываем о совести. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok